Всем привет! Мы сегодня наконец-то решили выехать на рыбалку. Серёжа достал тут всякие удочки. Сейчас будет разбирать их, смотреть, что можно взять с собой. Приехали, значит, мы на пруд. Решили с другой стороны, с обратной подъехать. Здесь так всё заросше! Мы просто не узнали вообще ландшафта. Какой степени он изменился за год. У нас же в этом году до июля длили дожди. Особо никто не ездил, видимо, сюда. И, во-первых, мы кое-как дорогу нашли и проехали, потому что дорогу, в принципе, не видно из-за двухметровых сорняков. Всё заросше вообще. И, ну, соответственно, вот здесь, где были там вытоптанные места для рыбалки, тут тоже можно просто провалиться. Ну, не знаю, Серёжа сейчас подойдёт, попробует удочку закинуть с берега, если получится. Если нет, то, наверное, поедем вокруг опять на другую сторону. В прошлом году вот мы сидели на этом месте. Может, кто помнит, я снимала. Не было вот этого ничего камыша. То есть всё было, ну, вытоптано. А теперь не проберёшься. И на другой стороне пруда, он видно, камыш. Человеческий рост стоит даже выше, наверное, больше двух метров. Ну, а так погода способствовала. Буквально за несколько месяцев ландшафт изменился, можно сказать. Ну, ещё и люди сюда не ездили, поэтому... Очень быстро природа своё взяла. Да, Серёж? Быстро всё меняется вообще. Ну, что там у тебя? Как дела? Ну-ка, покажи добычу. Первый карасик пошёл, ребята! Неплохой. Клюёт. Нет? Клюёт. Есть! А-а-а! У нас сегодня будут караси жареные. Так, покажи. Ой, да они хорошенькие. Хорошенькие карасики. Пошла рыбалка. Не зря приехали. Нет, сегодня погода такая, прям это, для рыбалки, да? Пасмурно. Не холодно. Ой, не холодно, не жарко. Ветра сильного нет. Такая прям идеальная погода для рыбалки сидеть тут на бережку. Только забросил опять что-то там, это, по-моему, поклёвка была. Ты их подкормил уже? Нет ещё? Взяли мы кормёжку для рыбы, как всегда, там Серёжа готовит кашку со жмыхом подсолнечника. Ну, давай! Передумай. Нет, ветерок всё-таки есть. Волны вон пошли, периодически. Что-то ему не понравился твой червяк. Он его обслюнявил и выплюнул. Есть! Есть! Ура! Почему на рыбалке нельзя орать? Можно? Рыбу всё распугаешь. А я всегда шёпотом разговариваю. Вдруг она сорвётся. И убежит. Прям с горячка. Всё, третий. Три штучки уже. Слушайте, ну всё, пошла рыбалка. Прям вообще нормально. Вон понакидал Серёжу уже карасиков. Потом покажу поближе. Вот. У нас тут перекус небольшой. С утра толком не позавтракали. Я взяла с собой всё, что могла, накидала в сумку. Эти огурчики, помидорки. Вон там сало, хлеб, соль. Яблочки какие-то там ещё валяются. Водичка. Вот. Пирожки с мясом. Пирожки с мясом. Нету пирожков с мясом, Серёж. Рыба будет всем. Что-то затишье какое-то, да, пока кончилась рыба. Перерыв у них обеденный. Они ушли в другое место. Так, чё мы тут подналовили? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, около десятка. Около десяти карасиков. Попалась. И чё-то редко стали клевать. О, только сказали, что закончилась рыбалка. Видишь, карасик у нас опроверг нашу версию. Большой, нет? Средний. Маленький. Мелочь. Чё там, червячки-то ещё есть? Ты сегодня много накопал, да? Наконец-то. А то вечером приедем с тремя червями на весь пруд. Крым бы что-то. И потом делим их по запчастям. Такая тишина на пруду. Только слышно, как я огурцами хрустю на весь пруд. Как у тебя и слышно. Так как у меня и слышно. Хруст огурцов. И всё. Лягушки там где-то квакают. Ну чё там клюёт? И клюёт. Серёжа на меня ругается, что я тут шуршу пакетами не даю ему побыть наедине с природой. Да? Такая крылая, какую-то кафу ромашку здесь. Шуршу и шуршу. Говорит, ты успокоишься сегодня или нет? Клюёт. Не клюёт? Есть. Есть. Карась. Ай. Ай. Два. Два. Тебя пятна. Два пищи. Сразу. Вот это рыбалка. Вот это рыбалка. Сразу по два штука. Ну, а тебе побольше, а мне поменьше? Конечно. Так ты его занаеваешься. Ой. Девы там уже всё заблудились в общей куче. Ну давай, кто-то там балуется с папаком. Ой. Чё-то мониторный перелетел. Мелкий себе не знал, что-то. Ну, пока прям суперкруп... Ну, таких... Не суперкрупных. В принципе, крупных карасей пока не было. Такие мелкие и средненькие. А я люблю маленьких карасиков. Они как чипсики потом хрустят. Один на четыре сковородки. Но есть я буду маленький. Один на четыре сковородки. Вот сам его и будешь есть. Целая система выжидания издевается над тобой. Давай! Ах, сорвался. Вы только послушайте, этот хор солнца появилось. Лягушки запели. Как тебе хор турецкого? Ой, ветер отдался. Карасик. Нет? Боже, что это за собрание у них там? Ой, потемнело. Прям опять какая-то тучка заходит тут. Дождь периодически. Моросил немножко. Слушайте, ну сегодня прям очень удачная рыбалочка у нас. Уже больше пол ведра Сережа накидал. Прям только закинул удочку. Раз, сразу поклевка. Ну там один раз был перерыв какой-то. Они не очень плевали. Вот. И снова по новой. Все, ушла добыча. А я сегодня же говорю, так их здесь это, все лето никто не ловил. Они по крючку из молодых. Ну, они все наши. Как вы видали, червячка с крючком. О, ура, наконец-то кто-то приехал на рыбалку. Как напали все на нашу удочку. А мы и рады. Ну, ты же подкормил еще их тоже хорошо. Запах-то вкусный этой мешанки. Какая у тебя там с зерном? Секретный ингредиент. Клюет. Нет? Кто-то крутится там. Вокруг крючков. Опа. Ничего себе. Ну ладно. Позаглотил как. Аж, ой, зацепился. Аж под воду ушел. Ё-моё. Ага, зацепился мелкий. Вырывай его оттуда. Все, распутывать придется теперь. Такая мелочь. Столько проблем принесла. Всех съели червей нет еще. Там пол ведра еще. Да? Ну ладно же так. Ну хорошо, они сегодня вообще червей подъедают. Сейчас ты меняешь, да? Они прям едят. Все, ребят, на сегодня рыбалка окончена. Уже пора домой. Но мы наловили прям неплохо. Воду слили. Вот. Можно сказать, почти пол ведра карасей нам точно за глаза. Сейчас пока приедем, пока все это перечистим, будет у нас сегодня караси на ужин. Все, последние остались совсем мелкие. Вот чашка. Начищены рыбки. Прям неплохо. Слушайте, мы давно так не налавливали за такой короткий срок, да? Все лето не налавливали. Все лето. Вообще, в принципе, не налавливали. Ну, здесь. Так что сегодня прям удачно. Сейчас вся эта чешуя, кишочки куром пойдет. Они прям будут очень-очень рады, я думала, да? Так, сегодня же приступила здесь к устройству полов на второй стороне. Караси у нас очень быстро жаденые закончились, да? Моментально. Все, ты брусок уже постелил. Так, что-то там отмеряешь, размеряешь, пилишь, режешь, молотками стучит, короче. Вам этого не понятно? Да, это не мое дело, поэтому я пошла к ропости. Нормально ты здесь устроился с музычкой в сарае. Деловая колбаса. Я коровок выгнала. Они пока возле дома все равно тусят. Можно здесь. Побыть. У тебя получается что-нибудь? Нет. Нет, ничего не получается? Не получится. А что-то вентилятор включить тебе? Короче, я в таких делах только мешаюсь своими вопросами, разговорами. Что это было? Друга. Вот здесь и гуляйте, чтобы я вас видела. Сейчас опять куда-нибудь упрутся. Ну что, как вам новые полы? Теперь у вас тоже новые полы. Злате коротковато, но ей и тот короткий был. Она просто очень длинная. Но как бы под нее одну, как мы и сделаем, больше стоила. Никак. Вот. Поэтому ничего страшного. Она у нас уже так привыкла. Давно вымахала. Кобылка такая. Ну, остальным нормально. Вот. Хорошо получилось. Теперь тоже здесь у них и чистить удобно будет, и доить. Нет, ну как бы теоретически можно под нее одну сделать длиннее пол. Но тогда и желоб нужно будет длиннее делать. И как это, ну... Что попало, как это чистить, как бы, когда он будет кривой. Вот. Поэтому все-таки для своего удобства, конечно, нам надо, чтобы было все ровно. У нас Герда единственная почему-то до сих пор ни разу не легла на новый пол. Она его боится. Не знаю. Всю дойку стоит. Ну, конечно, если там, не знаю, вдруг ночевать в сарае оставим, у нее выбора не будет. Она ляжет. Но вообще сейчас она стоит и ждет, пока все подоятся. Хотя раньше она спокойно ложилась и как бы отдыхала. Ждала конца дойки, потому что она самая первая у нас доится. Герда. Ты что боишься? Вот этот пол не страшный. Ты не провалишься никуда, нет. Будет вот так вот стоять, мучиться и ждать. Да сейчас должны сено подвезти как раз во время дойки. И, соответственно, следующую партию будут ставить уже за забором, как я и говорила. Вот. И нужно будет в ночь ее огородить сеткой, обнести рабицы. У нас все готово. Так вот, ну, стволбушки Сережа напилил. Куда арматурку будем вставлять. Вот, потому что можно было, конечно, в ночь как бы не огораживать. Завтра с утра огородить, да, не заморачиваясь так поздно. Но они не столько съедят коровки, которые мимо будут там ходить, гулять, сколько могут просто разобрать эти тюки. Они же хулиганят там, балуются, когда новые тюки видят. Вообще, в принципе, вот, рогами своими могут так разобрать их, что мало не покажется. Так что лучше все-таки огородить. Напилил столбушков все? Угу. Так, вот такая система начинает выстраиваться. Вот здесь начали эту скирду, которая пойдет туда вдоль. Она будет в три ряда. Там на сеновале в два, там верхняя Сережа будет снимать лебедкой. А здесь будут уже трактором снимать. Ну, то есть вот тот трактор, который ставил, тот, скорее всего, снимать и будет. Уже зимой потом, да, будем надеяться, будет накидывать опять на сеновал. Вот. Значит, такая вот система. Забил трубы небольшие в землю. И в них просто вставил арматурки. И проделал эту арматурку, то есть через сетку-рабицу. Вот. Огородили. Ну, там пока просто как бы воротины закрыли. Соответственно, следующий ряд, когда пойдет, он откроет это. И будем продолжать вот так вот огораживать. Все. Вот. А потом ее можно будет, соответственно, когда это все сено уберется, мы просто ее свернем и вот это все уберем. И два. Да. Это Сережа вот упор такой сделал в тюк, чтобы с этой стороны, если будут тянуться до сена, там телята, коровы какие-то, которые рядом ходят, ну, чтобы они не прогнули. Короче, вот такая система защиты. А что по поводу низов? Почему в этом году опять ничего не положили, сейчас я объясню. Ну, первые два года у нас, в принципе, не было какой-то необходимости в том, чтобы что-то подкладывать под сено, там доски какие-то, да, что-то накидывать. Потому что было довольно сухо, и отход сено был не такой большой. И, в принципе, даже если бы можно было что-то накидать, у нас на тот момент не было фактически денег, чтобы купить какой-то материал. То есть у нас не было этих досок. А как бы по количеству сено, ну, сами понимаете, какой объем этих досок нужно было купить. Вот. Последний год, конечно, дал жару, когда тут все плавало. И мы уже об этом задумались. Но, опять же, в нашем случае доски здесь не помогут. Опять же, по последнему году они будут так же плавать в этой воде. В принципе, в нашем случае нас пасут только поддоны, чтобы тюки стояли высоко от земли. Ну, как, выше, чем если просто на доску, да, поставить тюк. Вот. Значит, поддоны. Опять же, не все так просто и легко их достать. Это не так, что мы там поехали в магазин, да, и купили, или там позвонили, и там на следующий день у нас приехала машина с поддонами. Здесь так как бы, ну, не получится. Ближайшие какие-то склады, где можно купить большое количество поддонов, находятся, естественно, в городе. Это 200 с лишним километров. То есть, это нужно, во-первых, съездить самим, посмотреть, в каком они состоянии, какого качества. Потому что какие-то совсем раздолбанные тоже как бы не хотелось бы, потому что вес-то большой, все равно тюков. Вот. Это раз. Смотаться самим. Плюс потом нужно найти какую-то грузовую машину, которая привезет их сюда. То есть, доставка выйдет в копеечку. Плюс нужно сообразить, кто и там будет это все грузить. Как бы, ну, здесь, понятно, Сережа будет разгружать. Вот. Либо ехать опять с машиной, либо как. Так, в общем, все это канительное. Конечно, все организовать можно. По сумме это, я уже посчитала, где-то плюс-минус 20 тысяч обойдется вместе с покупкой поддонов, доставкой и вот этим всем мотанием. Вот. И была у нас такая мысль в этом году это все организовать и привезти. Но мы почему-то были уверены, что сено нам начнут завозить только в конце сентября. Вот. Поэтому у нас не получилось это сделать. Нам начали его завозить уже в середине августа. И, ну, ну и ладно, мы так подумали. Ну и хай с ним. Значит, в следующем году рассмотрим этот вариант. Вот. Поэтому ничего страшного. Мы готовы, как бы, смириться с потерей какого-то процента сена. Прошлый год пережили и этот переживем. Вот. А вообще, да, как бы, мы рассматриваем такой вариант, чтобы приобрести поддоны и ставить на них сено. Я тут сегодня пытаюсь разлить мед по баночкам первый раз. Не знаю, как правильно это сделать. Он жидкий, все течет. Так, ну-ка. Блин, а края тоже его обтирать. Опа. Ну, ладно. Чуть-чуть краешки замараю, не страшно. Несколько полулитровых баночек хочу заполнить. Ну-ка. Так, ну-ка. Опа. Ну, почти. У нас еще пара подписчиков к нам обратилась. Попросили выслать меда. Меда. Вот. Тоже разолью. Ну, у нас, как бы, мы, во-первых, запасом взяли. Во-вторых, мы всегда можем докупить. Вот. А людям тяжело найти именно настоящий мед. Так-то они, как бы, нас знают. Меда, естественно, для них больше уверенности, что он не бодяжный, ничего. Мы же, ну, как бы, мы, во-первых, знаем. Ой, пролила. Мы не первый год покупаем с этой пасеки и всегда едим именно этот мед. Соответственно, и нам, конечно, не стыдно такой отправить, потому что мы в нем уверены. Блин, короче, с меня, блин, этот разливальчик меда никакой. Ну-ка, может быть, вот так вот. Ой. Ой. Я видела, как большими поварешками, значит, как-то зачерпывают вот так вот, потом как-то вот так вот резко крутят, опа, вокруг, типа, о-о-о, да, примерно так обрывается струя меда и резко переливают. Как-то вот так. Ну, короче, это надо прям опыт. Надо учиться. Вот мне еще родственникам надо разлить по баночкам тоже таким много. Опа. О-о-о. Уже получше получается. Ну, все, короче, это долгая песня. Опа. Опа. Все, видите, у меня уже получается. Так, прям интереснее уже. Опа. Вот и все. Потом мучилась, мучилась. Работает все. Ой, так. Перевернутая поварешка. Так. Через веру бы не перелить. Ну, посмотрите. Буквально только вам сняла, что Герда не ложится на новый пол. Она меня как будто услышала. Дала поднять. Нет, я не боюсь. И сегодня первый раз легла. Да, Гердусик? Все хорошо? Не страшно? Сейчас Сережа коробочку соберет. И упакует. По части упаковки он занимается всеми посылками, всеми коробками. Вот я только приношу ему, что нужно упаковать. Он уже сам распределяет, как. Ну, должны войти 4 баночки в эту коробочку. Наши любимые пупырышки. Все равно, хоть банка пластиковая, но надо закатать, да, мало ли. Где-нибудь что-нибудь нажмется. Обязательно. А? Обязательно. Обязательно. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наши каналы. Мы теперь на Дзене, на Рутюбе, ВК-видео, есть группа ВКонтакте. Где настолько нет. Где настолько нет. Да. На Ютюбе, естественно. В ВКонтакте я не только дублирую видео, но там еще покладываю фотографии, какие-то посты. Вот. Все ссылки на все наши соцсети и каналы в описании. Всем пока-пока. Все? Упаковалась посылочка? Ну, почти. Вошло. Вошло. Продолжение следует...